Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика». С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Пырычкина. Смотрите сегодня. Замена в составе. Новые лица, новые назначения в ведомствах. Давайте жить дружно. В Чебоксарском ЗАГСе помогают спасать браки. Не только мазать соседей зубной пастой, но и подтянуть английский. Детские лагеря представили профильные смены. Позитивный опыт Чувашии в сфере развития моногородов, а также поддержки малого и среднего бизнеса республики был принят на вооружение. Так можно коротко охарактеризовать итоги поездки главы Чувашия в Москву. Михаил Игнатьев выступил в качестве эксперта перед участниками программы профессиональной переподготовки в Московской школе управления Сколково. Как известно, в республике в разные годы поддержку по федеральной программе развития моногородов получил Канаш. На выделенные средства, например, в Новочебоксарске удалось создать новые рабочие места, привлечь иностранных инвесторов, поэтапно благоустроить дворовые территории. Здесь открылись крупные производства. Завод солнечных модулей ООО «Хивель», «Рока», завод по производству акриловых и гидромассажных ванн. Это дало нам возможность улучшить инвестиционный климат в этом городе. Социальное само чувство горожан тоже улучшилось. Почему я так говорю? Потому что безработица у нас доходила до 7,5%. Там у нас химическая промышленность, тоже, знаете, 2009-е годы там дефолт, провалы были. И на сегодняшний день проблем нет. Такая же работа ведется и в Канаше. В развитие бизнеса там планируется вложить не менее 1 миллиарда рублей. В прошлом году было подписано соглашение с Фондом развития моногородов о софинансировании проектов по строительству и реконструкции трех объектов инфраструктуры. Это позволит создать примерно полторы тысячи новых рабочих мест. О существующих мерах государственной поддержки предпринимательства в республике Михаил Игнатьев рассказал уже участникам заседания правления торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Действующие на территории республики форумы и меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства охватывают практически все стороны создания, развития и становления бизнеса от консультации, правового обеспечения, помощи в написании бизнес-проектов и выстраивания стратегии начинающего бизнеса до финансовой помощи. Все те инструменты, которые мы должны были создать, создали и в городских округах, и в сельской местности. В 2016 году предприятиями получена государственная поддержка в сумме 2,6 миллиарда рублей, и эти мы средства практически, несмотря на сложности, не снижаем. Обращение к опыту Чувашии в вопросах поддержки малого и среднего предпринимательства не случайно. Из 180 торгово-промышленных палат, существующих в стране, только в четырех, в числе которых и Чувашская ТПП, идет активная работа по созданию комфортных условий для ведения бизнеса. Мы очень тщательно отбирали те палаты, которые как раз в теме работы совместной с администрацией поддерживают малый бизнес и активно работают. Вот четыре палаты отобрали, одна из них Чувашская палата. Это не первый опыт, который мы смотрим по Чувашии в нашей системе. Я должен вам сказать, что палата достаточно инициативная. Мы отмечаем, что есть поддержка со стороны руководителя республики, его команды. Отметим, торгово-промышленная палата Чувашии активно взаимодействует с кабинетом министров Чувашской республики. Мы постоянно в диалоге с предпринимателями и малого бизнеса, и среднего бизнеса, и крупного бизнеса. И тем самым у нас достаточно тоже обратной связи. И здесь мы находим как раз контакты эффективного, конструктивного взаимодействия. Для меня огромная часть участвующего направления. И нам еще многое нужно сделать, для того, чтобы доходы поднимались, производность труда была выше. И молодые люди могли самореализоваться нашей любимой Российской Федерацией, нашей любимой Чувашии. Галина Титарчук, Сергей Адушкин, Республика из Москвы. Новые назначения в правительстве. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал указ о назначении министра здравоохранения. Им стал депутат Государственного совета, главный врач городской стоматологической поликлиники Владимир Викторов. Владимир Викторов в медицине 25 лет возглавляет Медицинскую ассоциацию и ассоциацию стоматологов Чувашии. Председатель совета отцов, попечительских советов при общеобразовательных учреждениях. Мы с официальным кабинетом министров, с общественниками сферы здравоохранения обсуждали разные кандидатуры. В связи с тем, что Алла Владимировна перешла на другую работу. Большинством, так скажем, рекомендаций предлагают вас, главе Чувашской республики, назначить министром здравоохранения Чувашской республики. Ваши согласия письменно есть. Вы успешный, эффективный менеджер. Можно сказать, успешный, эффективный даже администратор. По знаниям у вас все есть. Завершили хорошее учебное заведение. Михаил Игнатьев обратил внимание, что перед медициной стоят прежние задачи. Пациенты должны получать качественные услуги. Я постараюсь оправдать доверие. Доверие, прежде всего, жителей Чувашской республики. Нам надо оправдывать. У нас другого варианта нет, Владимир Владимирович. Спасибо. Сегодня же председатель кабинета министров Иван Маторин представил медицинской общественности республики нового министра. Я думаю, что под его руководством на данный момент мы сможем еще дальше развивать здравоохранение Чувашской республики, поднимать его еще на более высокий уровень. И те задачи, которые ставит президент Российской Федерации, глава Чувашской республики, я думаю, что мы с честью выполним. По крайней мере, команда главных врачей всесторонне поддерживает решение главы о назначении Виктора Владимировича на пост министра здравоохранения Чувашской республики. Владимир Николаевич Викторов очень грамотный, современный менеджер системы здравоохранения. И он знает все и слабые, и сильные стороны системы здравоохранения. И необходимо отметить, что он возглавляет ассоциацию врачей Чувашской республики, поэтому ему знакомы все проблемы, которые есть в системе здравоохранения. И понятно, что выбор главы пал действительно на него, потому что он прошел всю школу системы здравоохранения. Кроме того, хочу отметить, что Владимир Николаевич, он и постоянно в районах, и знает те проблемы, которые есть в сельской глубинке. Очень важно при решении задач, стоящих перед медицинскими организациями Чувашской республики, соблюсти преемственность. Опираясь на то, что уже было внедрено, что было очень много сделано в предыдущие годы, нужно развиваться дальше. Я считаю, очень важно, конечно же, для республики это развитие высокотехнологичной медицинской помощи. На сегодняшний день уже республика является лидером по оказанию этого вида медицинской помощи, но считаю, что эти объемы нужно увеличивать для того, чтобы жители Чувашской республики могли бы получать самые высочайшие технологии именно здесь, в стенах медицинских организаций. А для этого нам в команде, в единой команде предстоит очень много сделать в дальнейшем. Назначение нового министра – не единственное кадровое изменение за сегодняшний день. Новым руководителем Гостехнадзора стал Сергей Визовский. Ранее он занимал должность начальника управления делами администрации главы Чуваши, а до этого – директора автобазы. Сергей Визовский поблагодарил за оказанное доверие и отметил, что опыт работы в транспортной сфере помогут на новом посту. С учетом того, что впереди у нас весенние полевые работы, думаю, совместно с Минсельхозом, с главами администрации, руководителем сельхозпредприятий, достойно в честь выполним обязанности, возложенные руководителя и инспекцию. И еще одно назначение. Первым заместителем руководителя администрации главы Чуваши и начальником управления внутренней политики стал Николай Каргин. Он не новичок в чиновничьей среде. С 2003 по 2014 год Николай Каргин занимал разные должности в администрации президента Чувашской республики и администрации главы Чувашской республики. Эта должность, она очень серьезная. И хорошо то, что человек очень опытный, с большим опытом работы и в разных областях. То есть Николай Юрьевич знает и работу в республиканских структурах власти, и хорошо то, что он работал в муниципалитете. Личный опыт невозможно ничем заменить, поэтому я его лично знаю как человека очень уравновешенного, умеющего слушать. Мне удалось поработать с ним вместе в аппарате администрации первого президента нашей Чувашской республики. Это профессионал своего дела, человек, который прошел все ступени профессиональной деятельности. Он юрист, он занимался и в органах местного самоуправления, возглавлял структуры, касающиеся архивного дела. Николай Коргин в этой системе не новичок. Он долгое время проработал на различных должностях. И мы его как человека на сегодняшний день тоже знаем. И, конечно же, надеемся, что Чувашскому региональному отделению Общероссийского народного фронта будет, я бы сказал, комфортно работать с этим человеком. В отставку подал уполномоченный по правам человека в Чувашии Юрий Кручинин. Данную информацию нам подтвердили в пресс-службе Госсовета республики и в аппарате ведомства. На ближайшей сессии 6 апреля депутаты обсудят прошение омбудсмена. Одни ждут ремонта дороги, другие – новые клубы. Хотя глава республики Михаил Игнатьев регулярно проводит прием граждан, вопросы не кончаются. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Алина Филиппова – председатель Новочебоксарского ТОСа. На прием главе региона активистку делегировали жители домов. Вот у нас проблему у Юраковского микрорайона. У нас отняли остановку после ремонта. Вот так. До ремонта вот этого кольца была остановка. Вот последняя самая остановка называется школа номер 19. Это последняя остановка с Новочебоксарска. Вот эта остановка, вот там общественный транспорт не останавливается. Проезжают мимо. А когда со стороны Чебоксара въезжаешь в Новочебоксарск, вот эта остановка, она есть. А со стороны Новочебоксарска нет. Теперь, чтобы отправиться в сторону Чебоксара, людям приходится преодолевать лишние 300 метров. Хотя раньше остановка была под боком. Проблему горожан получится решить очень скоро. Аукцион на обустройство кармана для общественного транспорта объявят в мае. И мы вместе с вами будем разрешать этот вопрос. Во благо жителей данных Новоквартирных жилых домов по улице Советская. Касаясь уже качества работ, касаясь где на самом деле должно быть, потому что там определенный проект документации все равно должен быть. Вот вы как председатель ТОЗ уже там тоже инициативу проявляйте свою. И максимально надо учесть пожелания жителей Новоквартирных домов. По просьбе Николая Нурсова в селе Батрево до конца этого года благоустроит футбольное поле. А в Шумуршинском районе отремонтируют автомобильную дорогу до деревни Алтышева. Пенсионерке Вере Чурбановой глава республики пообещал, что ремонт полотна начнется весной. При распределении средств уже частично учтена по теме капитального ремонта данной дороги. Как у нас называется Шумуша, Согина, Алтышева и автодорога Аниш. Всю протяженность мы не сможем в этом году сделать. И на 2018 год тоже предусматривается продолжение капитального ремонта этой дороги. По-другому говоря, за два года мы начатую работу в 2015 году, и часть очень только смогли сделать в 2016 году, мы должны завершить. В этот раз к главе республики обратились четыре человека. Их просьбы взяты на контроль. Здесь нам остается только найти возможности и скорректировать принятые уже утвержденные программы, параметры бюджета. И мы, как всегда поступали, с учетом мнения большинства населения, находили инструменты, находили бюджетные средства и выполняли свои данные и обещания. Так оно было, так оно и будет. Ответив на вопросы, Михаил Игнатьев решил проинспектировать, как ведется прием граждан в Чебоксарском многофункциональном центре. Больших очередей в коридорах центра почти не возникает, но новые окна продолжат открываться и дальше. Глава республики отметил, что посетители МФС должны получать госуслуги оперативно. Дмитрий Ковалев, Татьяна Раевская, Андрей Спиридонов. Республика. До 72-й годовщины Великой Победы остается чуть больше месяца. О подготовке и концепции праздника говорили участники Оргкомитета в Доме правительства. Бессмертный полк, вальс Победы, парад на Красной площади, акция, Георгиевская ленточка. Жители республики ждут традиционные мероприятия, основные из которых состоятся 8 и 9 мая в Чебоксарах. На сегодняшний день у нас сформирована концепция по оформлению города, Годню Победы. В этом году она будет проходить под девизом «Память народа». Сегодня в республике проживает 18,5 тысяч ветеранов войны. В этом году продолжается программа по улучшению жилищных условий. Сумма сертификата на приобретение жилья составляет 1 миллион 137 тысяч рублей. Постоянно на 1 марта у нас в списках нуждающихся в районах и городах остается еще 102 человека из числа ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей, в том числе 3 гражданина, непосредственных участников. В текущем году у нас из федерального бюджета выделен лимит средств в объеме более 99 миллионов рублей, за счет которых будет оказана государственная поддержка порядка 87 ветеранам Великой Отечественной войны. На заседании также обсудили вопросы о оказании медицинской помощи ветеранам войны. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика. Нарушил закон от работы. За мелкие преступления в виде наказания все чаще назначают обязательные работы. Правонарушителя трудится бесплатно и на благо общества. О непростом пути исправления в нашем сюжете. Ну, граждане, алкоголики, тунеядцы, хулиганы, кто хочет поработать? Я! Сегодня правонарушители отправляют не на цементный завод или песчаный карьер. Работы по благоустройству самые популярные. Гельниковская роща вовсю готовится к весне. Сотрудников здесь работает немного, поэтому дополнительным рукам рады всегда. Мы выполняем такие работы, как уборка листвы, также уборка мусора. Другие виды работы, подсобные рабочие, они помогают нам в строительстве зоопарка, копают ямки, устанавливают столбы и другие работы. Такой рабочий день длится до 4 часов. Обязательные работы могут назначить за неуплату штрафов или алиментов, а также за мелкие правонарушения. Количество часов отработки зависит от вида преступления. Новочебоксарские приставы отмечают, обязательные работы должны выполнить 217 человек. Из них только 40 отрабатывают наказание. В случае, если должниками не будет выполнено наши требования о обязательных работах, в отношении них будет составлен административный протокол согласно части 4 ст. 20.25 Кодекса об административных правонарушениях, согласно которому им грозит административный штраф от 150 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, либо административный арест до 15 суток. Не называть неизвестным людям реквизиты своих банковских карт, «Не переводить им денежные средства» призывают граждан, сотрудники полиции. Ежедневно в МВД Почувашской республики регистрируются преступления, совершенные через интернет. Как защитить себя в репортаже наших коллег из пресс-службы МВД Почувашием. Покупка товаров через интернет, безусловно, удобна и порой выгодна. Но нередко оборачиваются потери денежных средств. Как правило, схема, по которой действуют аферисты, достаточно проста. Мошенники-продавцы просят перечислить деньги за товар, который впоследствии так и не доходит до покупателя. Нередки случаи, когда заказанная вещь приходит, но совсем не та, которую ждал покупатель. Например, вместо новенького смартфона приходили граненые стаканы или дешевые детские игрушки. Подобные ситуации часто попадают и жители Чебоксар. Еженедельно, если посмотреть, порядка 20 фактов регистрируются у нас по городу Чебоксара. В текущем году за два месяца регистрируется 135 таких фактов. В основном это при продаже различных товаров, при покупке различных товаров. Интернет-пространство заполонили сайты-клоны или сайты-мошенники, предлагающие свои товары и услуги. В основном они маскируются под оригинальные брендовые страницы. Меняют лишь буквы в названии или частичку эмблемы. Именно здесь легко и обмануться. Как советуют полицейские, покупки необходимо совершать только на проверенных и официальных сайтах, предварительно читая отзывы от них. Излишняя доверчивость может обернуться потерей денежных средств. Нередко преступники взламывают чужие аккаунты в социальных сетях и под видом друзей просят взаймы деньги. К сожалению, находятся люди, которые перечисляют запрашиваемые суммы либо называют реквизиты своих банковских карт, не убедившись в том, что переписываются с ними их реальные знакомые. Именно на такую уловку попалась и жительница Чебоксар. В начале марта она получила сообщение в социальной сети от своего знакомого, который просил перевести деньги с Яндекс.Кошелька на ее карточку. Я сперва сказала, что на улице надо подождать. Он поторопил меня, конечно. Давай быстрее там, дела только на пять минут. Я домой зашла, написала ему номер карточки и пришло пароль, смс. Я номер написала. Потом он, получается, ко мне перевел деньги на карточку. Девушка не поняла, что злоумышленник, получив таким образом доступ ко всем ее счетам, перевел ей ее же деньги. Я проверяла, у меня и на карточке лежали, и лежали на сберкнижке. В том, что я не сомневалась, получается, что и там, и снисам есть. Я думала, что это его деньги. Потом я, получается, ему написала три циферки, которые он так просил усердно, быстрее. Потом я посмотрела еще раз, проверила. Ни моих, ни на карточке никаких денег нет. Так обманули. Там ведь в смс-ке приходит сообщение, что ни в коем случае нельзя никому это называть. А я доверилась ему, как бы получается, потому что хорошо общаемся. Доверчивость жительницы Чебоксар обошлась ей в 4 тысячи рублей. В настоящее время полицейские устанавливают личности злоумышленников, а также рекомендуют гражданам никогда и никому не называть реквизиты своих банковских карт. С каждым годом количество браков как в России, так и в Чувашии снижается. По статистике на два брака приходится один развод. В чем причина сложившейся ситуации, узнавала Дарина Игнатьева. Юноши и девушки, рожденные в начале 90-х. Именно они сегодня по возрасту готовы создать семью. Но в то непростое время потенциальные родители испытывали столько проблем, что решение родить ребенка откладывалось большинством молодых. Спустя время заговорили о так называемой демографической яме. Как раз из-за нее в 2000-х годах пришлось сокращать количество первых классов. В 2010-х облегчать прием в высшие учебные заведения. Но даже с учетом естественного фактора количество разводов остается большим. 2200 браков на 1800 разводов. Такова статистика прошлого года только по Чебоксарам. По статистике идет, конечно, первая причина – это материальное положение. Отсутствие совместного жилья. И только потом идут другие причины – алкоголизм, наркомания и неверность супругов. Как отмечает специалист, браки рушат не сам квартирный вопрос, а необходимость жить под одной крышей с близкими родственниками. Наличие третьего человека в отношениях – уже плохой сигнал. Конечно, если этот человек – непрофессиональный психолог. Тут действительно могут помочь и психологи. Некоторые разводятся, даже не объяснившись перед друг другом. Костер надо тушить в зародыши. Как его затушить, если люди не садятся и не разговаривают? Почему человек просто не может сказать другому человеку, что мне не нравится в тебе то-то, то-то? Ты это можешь изменить? А может быть, правда может? Не все знают, но государственный семейный психолог готов сопровождать супругов с момента решения заключения брака. Обратиться за консультацией можно и в ситуации, когда семья находится на грани распада. Буквально недавно, хочу сказать, был молодой человек, пришел разводиться. И он сказал, что я уже устал от того, что жена меня просто замучила своими требованиями. После моей беседы молодые люди просто были удивлены тому, что у них развод мог бы состояться из-за какой-то мелочи. То есть они это поняли и брак мы сохранили. Этот случай далеко не единственный. Поэтому не стоит принимать поспешных решений. А вдруг они окажутся неверными и жалеть о них придется всю оставшуюся жизнь. Аблатина Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Расиль Мухаммедов. Республика. Впрочем, в Чувашии немало семей, на которых стоит равняться. Сегодня в Нижнем Новгороде полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич вручил государственные награды. Супруги Яковлева из Чувашии, они воспитывают семерых детей, удостоились ордена родительская слава. Лето не за горами, дети в предвкушении отдыха. А вот родители всерьез озадачены тем, чтобы каникулы не превратились в бесконечное безделье. Чтобы этого не случилось, летние оздоровительные лагеря готовят тематические смены. О том, какие нововведения ждут в этом году детей и взрослых, обсудили на совещании. Всего в этом году в Чувашии планируется организовать отдых для 100 с лишним тысяч детей в возрасте от 6 до 18 лет. Для упрощения регистрации принимать заявления будут в 4 этапа. Первый начинается с 1 апреля. Стоит отметить, что все льготы на приобретение путевок сохранились. В этом году сумма на путевку, стоимость путевки увеличилась. Согласно постановлению Кабинета министров, 21 день будет стоить 13 767 рублей. В прошлом году стоимость путевки составляла 13 124 рубля. Работает, скажем так, система, по которой родители оплачивают 5%, 20, 30 или 50% стоимости от путевки. В зависимости от материального состояния семьи и в зависимости от жизненной ситуации детей. В этом году администрация города на отдых и оздоровление детей выделила больше 60 миллионов рублей. Более 20 из них осваиваются лагерями «Березка», «Волна» и «Бригантина». Руководители уже презентовали программы летних профильных и оздоровительных смен. Уклон делается на английский язык, на английские каникулы, потому что у нас был опыт проведения этих смен весной. Мониторинг показал, что эти смены востребованы, люди хотят приезжать. Поэтому мы делаем смену Алиса в стране чудес, которая будет проходить полностью на английском языке. Одним из приоритетов в реализации летней программы педагогического лагеря «Волна» является пожарная грамотность. Мы считаем, что в летнее время дети восприимчивы к серьезной информации, но необычным путем, в ролевой игре. Первая профильная смена, с которой стартует наш летний оздоровительный сезон 2017 года, называется пожарная академия. И основной целью своей будет нести повышение образовательного уровня в области пожарной безопасности. Руководство лагеря «Бригантина» основной упор сделало на экологическое воспитание и семейные ценности. Руководители летних лагерей пригласили к сотрудничеству учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Татьяна Филатова, Сергей Адушкин, Республика. Наши новости и программы на сайте ntrk21.ru. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова